МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Персона Грата. Сегодня у нас в гостях всемирно известный жонглёр, дрессировщик, основатель уникального шоу с дрессированными животными, артист советского цирка Григорий Попович. Григорий, здравствуйте! Здравствуйте всем! Наверное, надо добавить не только советского цирка, а теперь уже и американского. Всемирного американского цирка! Скажу честно, так непривычно вас видеть без грима. Вас люди на улице узнают? Не всегда, поэтому это удачно, что у меня грим есть и есть какая-то возможность для частной жизни. И опять же, жалко, что вы приехали без своих замечательных животных. Скажите, где они сейчас? Мы начали большой тур. Этот тур мы назвали «Четверть века», нам 25 лет. И сейчас мои животные по дороге в Канаду. Мы даём концерт в Торонто, вот, 28 числа. Григорий, безусловно, говоря о вас, невозможно не вспомнить вашу династию. Существует цирковой ген, который передаётся по наследству? Вы знаете, для меня это как бы было настолько естественно, продолжать традиции родителей, бабушки, дедушки. То есть я не ощущал себя вне цирка. Поэтому наверняка существует, потому что многие мои сверстники, друзья, также, я имею в виду дети артистов цирка, также продолжают традицию. Это такой мир цирковой, где мы растём немножко оторваны от... Я имею в виду дети цирковые, растём немножко оторваны от нормальной жизни. Мы переезжали из города в город в Россию, в Советском Союзе каждый месяц. У нас не было постоянных друзей в одном городе. Такой кочевой образ жизни. Кочевой образ жизни. Цыганский просто. Конечно, конечно. И поэтому уже вырастаешь, формируешь своё представление о будущем, конечно, ориентируясь на примеры старших товарищей. Из них очень многие были известны, великие даже, можно сказать, артисты. Ты на них ориентируешься, стараешься им подражать, что-то ты учишься у них, чему-то учишься у них. А в чём-то ты пытаешься и переплюнуть, и достичь более высоких каких-то достижений. А что вы можете вспомнить глазами того маленького мальчика, который смотрел на родителей? Потом, опять же, я знаю, что вы и Никулина помните, и многих других. Ну, вы знаете, для меня, как бы, можно сказать, повезло, посчастливилось, что я сформировался в советском. Ну, я называю советский цирк, это просто как явление не идеологическое, а как явление культурологическое. Потому что тогда очень много вкладывалось денег государством в развитие нашего цирка. У нас были прекрасные режиссёры, авторы, балетмейстеры. Это была просто такая индустрия. И в то время, в 60-е, 70-е годы взошли звёзды, как вот Юрия Никулина, Олега Попова, ещё раньше Карандаша. Моё самое первое детское впечатление, это было то, что, когда мы приехали, и мы меняли программу Владимира Дурова, и там я по фотографиям видел железную дорогу знаменитую. И когда уже Дуров ушёл на пенсию, он передал свой аттракцион другому дрессировщику. И я видел вот эти вагончики за кулисами, и когда состоялась премьера, не было дороги этой железной. И для меня вот ребёнка, это был большой такой шок, я ожидал, целую неделю готовился, фотографии рассматривал. А этого не было, потому что новый дрессировщик решил как-то облегчить себе работу. И вот это был для меня маленький такой запоминающийся момент, когда в будущем, когда я стал создавать свою программу, я помнил об этом прекрасном номере, аттракционе «Звериная железная дорога». Я включил его в свою программу и обязательно покажу на своём новом туре, и я её привезу в Нью-Йорк тоже. — Григорий, вы попали в Америку очень много лет назад и здесь остались. Как вот в тот момент, вот этот ваш переезд во время Советского Союза, как вы решились на этот побег, я бы сказала, из Советского Союза? — Это очень такой знаковый вопрос, потому что это случилось для меня в 90-м году. И, как правило, раньше из Советского Союза выезжали за границу советский цирк, советский балет и советские спортсмены. — Это то, чем мы гордились. — Гордились, да, Russian Red Machine, хоккеисты. И это было три таких, можно сказать, трейдмарк Советского Союза, это такая была пропаганда. Многие, некоторые делали побеги, как знаменитый Барышников, Нуриев. У нас даже было это в цирковых несколько случаев. Но момент, когда я получил контракт, и вот это произошла перестройка, гласность, я не хотел делать такого шага, как порвать все и уехать, убежать. Я добивался официального выезда, чтобы это было все по закону. А тогда законов-таки еще не было, не принимались. И мне помог Никулин, который пошел со мной в министерство и сказал, вот я официальный контракт на два года в американский цирк «Ринглинг», лучший в мире, приглашает первый раз нашего артиста. — Да, «Ринглинг Бразерс», да? — «Ринглинг Бразерс». И так получилось, что я в это время оформлял документы, и хоккеист Слава Фетисов тогда бился за возможность также официально выехать. Он был первым хоккеистом, который поехал в НХЛ, Red New Jersey Devils. У него, правда, сложнее было, потому что он был представитель армии, его не хотели отпускать. Но мне вот повезло, как повезло, это было время, подошло к такой, что двери только приоткрылись, и я был первым, кто официально, без всяких побегов, not defected, официально поехал работать и был первым артистом русского цирка в «Ринглинге». — И как раз-таки вы приехали сюда как уже всемирно известный жонглер. — Да, они меня поэтому пригласили, они мне присылали контракт три года. В 83-м году я был первым, кто победил на международном фестивале в Париже золотую медаль. Потом у меня было несколько других побед на конкурсе. Жонглерская ассоциация признала два раза меня лучшим жонглером в мире. Но я это все слышал. Знаете, как кто-то говорил, что меня там признают. Я так медаль получил, привез. А импресарио, агенты, они вот как-то следили, они приглашали. И это все оставалось там в нашем управлении «Союзгосцирка». Они, естественно, на более трех месяцев нас не выпускали. И когда вот произошел этот такой перелом, то, соответственно, сразу ко мне пришло несколько предложений. И так получилось, что я выбрал «Ринглинг». — Я знаю, что также вы работали в цирке «Дюссалей». — Нет, я не работал. Меня приглашали. Но после «Ринглинга» я понимал, что цирк «Дюссалей». Во-первых, «Ринглинг» — это громадная фабрика «Greatest Show on Earth», три манежа. Я там немножко неуютно себя чувствовал, потому что три манежа одновременно выступают разные артисты. Кто-то хуже, кто-то лучше. Но все равно это не наш стиль цирковой русского цирка, советского цирка, когда один манеж, и зрители могут получить удовольствие от номера, от контакта с артистом. — Там теряется индивидуальность. — Теряется индивидуальность. И то же самое в цирке «Дюссалей». Когда меня пригласили, я понимал, что там меня загримируют, оденут маску, я могу там лет 10 работать, быть гарантированно на хорошей зарплате, иметь страховку. Но как творческая личность, мне было бы сложно там развиваться. Поэтому я выбрал Лас-Вегас, где такое было казино, и есть оно, казино «Циркус-Циркус», которое меня приняли за меньшую зарплату. Но я в контракте оговорил себе, чтобы мне разрешали бесплатно, бесплатно, я даже не претендовал на зарплату, пробовать какие-то новые номера. И вот на таких условиях я там более 6 или 7 лет отработал в Лас-Вегасе. — Так и с чего начинались ваши вот эти вот индивидуальные номера? Вы стали тренировать животных? — Ну я не сразу. Здесь такой момент, что у любого, ну я думаю, настоящего артиста, который хочет развиваться, он не может замыкаться только на одном номере. Вот у меня номер «Жонглер на лестнице», с которым я объездил полмира и получал призы. Я там в книге рекорда Гиннесса был, и я понимал, что можно еще этим номером кормиться какое-то время. Но как творческий, мне было интересно попробовать что-то новое. И я стал заниматься клоунадой. Ну как заниматься? Клоунадой — это мы растем среди клоунов, дети артистов цирка, мы видим прекрасных клоунов. И это мы как бы ощущаем не только на манеже, и за кулисами, какие они. Меня всегда клоунада притягивала. Тем более такие артисты, как Никулин, Попов. Но были еще много клоунов, которые не такие известные всенародно, но они тоже уникальные и талантливые, как Мусин, Щукин-Серебряков, Ротман-Маковский. В нашем кругу они были топ. Они не были такие звезды всенародные, но они мастера высочайшего класса. И для меня они были дядя Гена, дядя Юра. И когда я рос, я просто видел, как они репетировали клоунады, как они меняли. И вы знаете, это показатель хорошего клоуна. Мы сами, цирковые артисты, выходили смотреть в проходы, каждый раз они делали что-то новое, каждый раз они импровизировали. И это нам не наскучивало. И вот для меня это был такой вызов, потому что я был успешным жонглером, и начинать с ноля практически. И когда многие агенты меня приглашали, здесь уже в Америке какие-то ангоджменты, я говорил, вот я еще клоунаду хочу делать. Они говорят, что ты, Григорий, ты такой известный артист. И в Америке клоунады немножко на позиции нише. Это типа действительно заполнять паузы, развлекать там детей. И для них это было немножко непонятно, почему успешный жонглер начинает какую-то клоунаду. И вот так шаг за шагом я пришел к тому, что мне нужен помощник. И вот мы адаптировали 25 лет назад первую кошечку, первую собачку. Да, мы сейчас об этом обязательно поговорим. Мне сейчас пришла такая мысль в голову, что в принципе я даже не могу вспомнить ни одного великого, большого циркового деятеля американского. Ну кроме Копперфильда, больше никто на ум не приходит. Может быть это действительно сознательная политика в Америке, что стирают индивидуальность, что этого нету. Почему американцы не могут воспитать своего такого поповича? Вы правы, потому что шоу-бизнес это очень большие финансовые вложения. И когда делаешь ставку на одну звезду, если ты раскручиваешь, то я просто был свидетелем, что очень большая зависимость. Цирдусали совершенно не упоминает имен, не делает имен. У них программы, у них продакшены. И они могут в любой момент заменить. Это вынужденная необходимость для большого шоу-бизнеса, когда они в любой момент меняют одного артиста, второго, третьего, и как бы качество шоу, ну то есть люди не идут на одно определенное имя. В этом есть финансовая выгода, но с другой стороны, в этом теряется притягательность личности, нет контакта со зрителем. Вот мы идем смотреть на Никулиную, мы знаем, кто это такой, или там Олег Попов, или знаменитые акробаты Довейко, волжанские канатоходцы, мы идем на имена. В советском цирке была другая политика. В Америке, помимо Копперфильда, надо отметить, был единственный такой известный всемирный, но вы его не знаете, но это был такой Гюнтер Гебель Вильямс. Да, я точно не знаю. И еще знаменитый был тоже Элвин Бейли, воздушный гимнаст, вот он работал в ринглинге, вот он вел себя как звезда в самом худшем, ну не в самом худшем, но он таком проявлял себя, мог заставить переставить трейлер, если ему не дают гардеробную, он не выйдет на манеж вовремя, он диктовал, то есть когда он уже стал звездой, он стал диктовать ринглингу, и ринглинг в один момент вот такой, раз убрал его, потому что работать вот с такими людьми всегда сложно. Очень сложно, да. Вы не страдали никогда звездной болезнью? Я вообще не знаю, что это такое, потому что я сам хозяин. Потому что вас не узнают без грима. Не в этом дело, нет, нет, нет. Звездная болезнь подразумевает особое отношение к себе, какие-то преференции, какие-то, допустим, специальные требования. Поскольку я сам создатель своего шоу, то все мои требования, это сначала у меня животные должны быть устроены, сначала даже партнеры должны мои, которые ассистенты в нормальной гостинице, а потом я думаю себе. Но для меня это настолько естественно, потому что я-то знаю, как это делается, шоу, и кто главнее. Порой даже вот те ассистенты, которые за сцены, их труд незаметен, но от них я завишу гораздо, порой, больше, чем от кого-то другого. И я знаю, как с ними работать, как их труд надо ценить и уважать. Поэтому для меня звездность, она чисто может быть аутсайд, для публики, мы можем поиграть в это, а внутри, они меня все могут на «ты» называть, мы вместе переезжаем, вместе трудимся, и вместе как бы переживаем за наших животных. С кем вам легче общаться? С людьми или с животными? Без даже вариантов, конечно, с животными. Вы не представляете, у меня есть, мы переезжаем иногда, когда гастролируем, из театра в театр, и меняются разные площадки, выходы, входы. И когда мои ребята, там, ассистенты ошибаются, у них такое объяснение, ну, Гриша, ну, Григорий Алексеевич, ну, это же новый театр, новый выход, новый вход. Я говорю, послушай, у меня 30, там, 20 совак и 15 кошек, ни одна из них не ошиблась. Вот она, даже если это непривычный вход, не выход, она найдет свое место, найдет свою клеточку. Это, а вы, human sapiens, делайте себе такой экспьюз. Человек разумный, да? Да, да, да. Так о ваших артистах поговорим. Где вы находитесь своих артистов? Вы на улице собираете кошки и собачек? Да, 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 да. В России, кстати, в Советском Союзе часто бывали такие случаи. Я не знаю, вы помните же, в то время не было animal shelter в Советском Союзе? Не было. Я такого никогда не встречал. Очень много было бездомных животных, это точно. Бездомных, и у меня мама иногда брала на улице, и приводили в цирк какую-нибудь собачку, и сердобольные люди говорят, вот, возьмите красивую собачку, или щеночков некуда деть. Это я помню было раньше. А здесь, вы знаете, я, мои животные все из animal shelter. Я об этом не знал даже. Из приютов, да? Из приютов, да, бездомных животных. Когда я приехал в Америку, почти 30 лет назад, я даже не знал, что такие существуют. Я пытался там найти на улице или пойти в магазин, тогда это для меня было дороговато купить. И мне американские друзья посоветовали пойти в шелтер. И я удивился, как много животных без хороших таких, здоровых, красивых, симпатичных. Потом я стал разговаривать с работниками, и они мне рассказывали, я даже не верил, насколько... Это даже не столько жестокость, это, скорее всего, непонимание взаимоотношений человека с животным. В современном мире настолько это все от природы, от нормального отношения к животным урбанизации, и современные дети отошли, что, например, такой случай, много таких случаев, ребенок просит на день рождения щеночка, ему дарят, потом мама с папой нет времени гулять, и они очень спокойно сдают в шелтер, потому что, может, кто-нибудь адаптирует. Хотя там такое количество животных, нету хозяевов, и через которое некоторое время их вынуждены усыплять. И это утилитарное отношение к животным меня очень задело, потому что я вижу, что это происходит такой уже тенденцией, и я решил для своего шоу брать вот таких животных, пускай немножко труднее с ними наладить контакт, потому что после того, как они уже оказались в шелтере, им сложнее, они уже не верят человеку, у них уже есть такой испуг, предательство, и они дольше идут на контакт. Мне приходилось более дольше с ними как-то общаться, чтобы они мне поверили, потом только я начинаю с ними заниматься, репетировать. У них психологический стресс. Да, абсолютно. И я это просто ощущал, когда я с ними обычно щенка, которого я бы вырастил дома, он хочет, бегает, прыгает за тобой, как веревочка бегает за тобой. А вот эти животные, они долго там кошечки под диваном, через 3-4-5 дней она только выйдет к тебе, даст погладиться. Бывали такие случаи. И я как бы стараюсь в своем шоу показать, послать месяц публике, что вот смотрите, эти бездомные, то есть эти простые, обыкновенные животные, не какие-то породистые кошки дорогие или собаки, а вот они обыкновенные, но они очень талантливые, они очень умные могут быть, могут быть симпатичные. Вы можете из 10 кошек понять, что это будет талантливо, это не очень? Нет, конечно, нет. А не все дрессировки подаются? Не все, не все, вы знаете, не все, я вам сейчас скажу такой случай, для меня вообще болезненно посещение шелтера, мне хочется забрать как можно больше, и я, естественно, стараюсь, это происходит так вот неожиданно, как кемистрия какой-то, вот какая-то собака смотрит мне в глаза, я раз, пройду два, три, а она вот прямо меня гимнотизирует, а другая прыгает, прыгает, но вот она меня не привлекает, а вот это привлекает, и вот такой, как бы, такой момент, душевный контакт. А с кошками вообще интересная ситуация, они, как бы, вы знаете, они очень, как называется, independent animals, они очень независимые, и моя задача найти, не заставить их что-то делать, а найти, что они хотят делать, потому что они, каждая кошка имеет что-то, что они могут, любят добровольно делать, играть в living room, и они это мне показывают, и на основе вот ихних natural habits, я придумаю им такие трюки, которые им нравится делать, и каждая кошка у меня делает один, может быть, максимум два трюка, то есть то, что им нравится. А если какая-то кошка, вот, начинается выступление, она не хочет, как можно договориться с животным о том, чтобы... Бывали такие случаи, расскажу вам секрет, шоу, закон бизнеса, шоу, шоу бизнеса, шоу мозгового, но матового ад, публика купила билет, она хочет посмотреть, и это между нами только. Да, никому не скажу. Никому. На каждый трюк у меня две или три кошки могут делать этот трюк. У меня там сидит 12-14 кошек на стульчиках, и во время представления я могу уже определить, если эта кошка хочет делать со мной трюк, или она смотрит по сторонам, что-то разглядывает, я уже тогда приглашаю другую кошку. Это вот такой момент, наши, я читаю их body language, она там смотрит, пристает, ну-ка давай, давай, давай. И, то есть, у меня есть бэкап, как бы дублеры, когда в момент представления я могу тут же заменить. Но еще момент, когда мы переезжаем из города в город, ну, это так, для фана, Tech Rider посылается, кому-то, ну, каким-то артистам нужен, музыкантам, саундчек, там еще какие-то, балетным нужно репетировать, там проверить пол. У меня вписан в райдере смелчек. Это чтобы там не пахло колбасой? Нет, 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 смелчек, это то, что мне дали возможность вывести на полчаса, на 40 минут кошек и собак, чтобы они вышли на сцене, обнюхали, спокойно себя почувствовали. Пометили ее? Нет, нет, они уже профессионалы у меня, метят в другом месте. Но то, чтобы они почувствовали, и действительно, я всегда их выпускаю там, чтобы они чуть-чуть освоились, чтобы не было уж совсем уж новое. Они как бы воспитаны, дрессированы, но просто инстинкты есть посмотреть, что-то понюхать. Поэтому мы там пишем, и эти директора театров американских переспрашивают, пишут мне имейл и говорят, мистер Папович, вы ошиблись, наверное, не смелчек, а саундчек. Я говорю, но, 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 для моего шоу мы нужны смелчек. Смелчек. У нас есть уникальное ваше видео о том, как ваши кошечки живут у вас дома. Вы расскажете, я так понимаю, что как самые близкие родственники вы за ними ухаживаете? Дело в том, дело в том, что это с детства меня родители привили, когда мы переезжали из города в город с животными, в первую очередь мы приезжаем у обустраиваемых животных. Это закон, это для любого дрессировщика в цирке, это его, не только хлеб, это его семья, для настоящих любителей, ну, дрессировщиков. Так же и для меня. Мы создаем сначала условия для наших питомцев. У меня в Лас-Вегасе, вот как вы, может, увидите, такой фарм-стайл дом, где отдельно есть домик для кошек, для собак. Для собак вообще там бассейн у меня, который они сами, там же жара в Лас-Вегасе, и они по настроению, когда захотят, прыгают туда. Шикарная жизнь вообще. Как риэл-стар, риэл-стар, фуэл-стар. И другой момент для меня важен, чтобы они не чувствовали фаворита. Это такой момент, когда если... Вы ко всем одинаково относитесь. Да, потому что если я буду выделять одну кошку или одну собаку, как бы у любимчиков, то у них будут проблемы, когда будут общаться между собой, они немножко ревниво относятся к лидерам. Не может быть. Да, вы что это? У них есть между собой разборка. Обязательно. Если погладил одну кошку, а других не покладил, эта кошечка будет иметь разговор. Вечером проблемы, да? Разговор, да, да, да. Ну, надо же, как интересно. У каждой есть наверняка свои имена? Конечно, конечно. Характер, имена. Больше того. Рекорд, хелс, рекорд, хелс-сортификат. А у вас есть страховка медицинская? Есть, да. Как это здорово? У нас есть специальный ветеринар, который... Ну, он специально знает наших всех животных. У нас ветеринарная клиника. Он нам приходит. То есть, не мы ему привозим животных, когда надо, мы вызываем в Лас-Вегасе. Даже на дороге иногда, если требуется. Ну, как... Щита большие, скажу честно. Я думаю. Такое большое хозяйство. Но самое главное, что я вот хотел отметить по поводу животных. Они настолько привыкают выступать на сцене, что один раз я сделал ошибку, когда кошка подросла, или собака, да, кошка тогда, я ее просто не взял на представление, но решил, пускай отдыхает. А потом наши соседи говорят, она так плакала, она так плакала, прямо мы слышали. Они все понимают. Она подумала, что ее забыли, она не поняла, что она возраст уже все, что я решил добрее к ней быть. И вот теперь, когда у меня кошки или собачки уходят на пенсию, я... Кстати, куда они убиваются? Не, естественно, они со мной живут, дома доживают до своего естественного конца. Но вот этот переход животных с рабочего состояния в пенсионный момент, у меня где-то занимает месяц, я их вожу на представление, они приходят, только они на сцене, сидят в гардеробной, там уже как-то привыкают, что они не выходят на сцену. Это такое для них... Ну, не столько... Я пытаюсь смягчить этот момент перехода на пенсию. Для любых... Для человека переход на пенсию, а для них это надо им объяснить. Григорий, сейчас будет грандиозный тур. По скольким городам Америки вы проедете? Где можно увидеть это уникальное шоу? Да, мы начинаем... Вот, кстати, мы уже начали тур на западном побережье от работы Лос-Анджелеса, Франциско, Портланд. Теперь мы переезжаем на восточное побережье, вот будем работать в Канаде 28-го в Торонто, потом у нас Чикаго, Детройт, Бостон. 12-го числа в Нью-Йорке в Мастер-театре у нас будет три концерта. У нас так много было заявок, что я решил, чтобы не было вот переаншлага вот в один концерт, мы сделали в 11.30, в 2 часа и в 5 часов, чтобы люди выбрали удобное время для себя, для своих детей. Приглашаем всех жителей Нью-Йорка. Ну и также на обратном пути в Лас-Вегас мы обязательно заедем в Денвер и в Сиэтл. Так что у нас вот такой интерамериканно-канадский тур. Ну замечательно, хорошо, что у нас есть сегодня возможность всех пригласить на эти концерты. И я так понимаю, что это семейное шоу, это даже не детское. Я думаю, что взрослым тоже это будет интересно. Безусловно. У меня-то шоу, когда идет в Лас-Вегасе, большинство зрителей все-таки взрослые, американцы, интернациональная публика. И я так выстраиваю шоу, что было интересно взрослым. Конечно, дети будут в восторге, потому что мы везем и кошек, собак, голубей, гусей. Даже будет специальный гость, спешл гэст стар, мини-лошадка Даймонд в мастер-театре на втором этаже. Мы уже думаем, как мы будем поднимать эту лошадку. Там уже смыл чек вы прошли. Так что у нас для детей, конечно, они будут полностью во внимании, но я построил это шоу уже сейчас как спектакль. Это история, и ей будут ностальгические нотки, и будут немножко грустные. Можно немножко повспоминать наш тот цирк. И это будет, я уверен, интересно и взрослым тоже. Спасибо огромное. Спасибо. Я надеюсь, что наши зрители не пропустят этот шоу-спектакль в своем городе. Вы смотрели программу «Персона Грата». Сегодня у нас в гостях был всемирно известный дрессировщик, основатель уникального шоу «Животное», которое вы сможете прийти на спектакль и концерт в вашем городе и увидеть. У нас сегодня в гостях был Григорий Попович. Оставайтесь с нами на телеканале НТВ Америка и хорошего вам настроения. Редактор субтитров А.Семкин